А задолжал бастующий МРСК Сибири, читая энергосбыту, отстоять свою правоту в суде у Владимира Палкина не вышло. Все потому, говорит должник, что и прокуратура, и Роспотребнадзор идут на поводу у энергосберегающей организации. Вчера вынесли на решение центральным районным судом города Читы о том, что я этим организациям должен 180 тысяч. Несмотря на то, что у меня имеется, один только документ говорю, акт приложения к договору, в котором написано, учет электроэнергии моего дома производится по электросчетчику, установленному на доме. Они ставят счетчик в 70 метрах от моего дома на высоте 6 метров на столбе. В компании, читая энергосбытном, сообщили, что прибор учета, относящийся к дому Палкина, был установлен в начале 2016 года. Однако хозяин продолжал платить по своему счетчику. Таким образом, при средних ежемесячных начислениях 12-15 тысяч рублей, потребитель оплачивал ежемесячно за энергопотребление двухэтажного коттеджа в пределах 2-3 тысяч рублей. В компании также добавили, что при несогласии с решением суда потребитель имеет право обжаловать решение в вышестоящую инстанцию. А цитирую, не заниматься организацией сомнительных акций и демонстраций. Уже во второй половине дня после разговора с главным федеральным инспектором региона Дмитрием Колозиной, Владимир Палкин покинул ступени заседания. Их беседа длилась без малого 40 минут. Как рассказал сам голодующий чиновник, пообещал ему поддержку в решении спорного вопроса. Свои доводы ему рекомендовали изложить в письменном виде. Документы будут направлены на имя президента России. Марина Лиханова, Евгений Погорелый, ЗАПТВ24.